Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к Эфессианам, глава 5, стихи с 25 по 33. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню, водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. «Тайность я велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к Эфессиным. Апостол Павел продолжает свои рассуждения о тайне брака. И как конечный вывод, как такой духовную доминанту сегодняшнего отрывка можно взять последние стихи сегодняшнего отрывка, последние стихи пятой главы, где апостол говорит, «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Вообще стоит сказать в целом о Священном Писании, что в нем довольно много тех образов, тех средств выражения того или иного богословского смысла, которые непривычны нам сегодня в нашей жизни. В частности, мы знаем, что Священное Писание говорит об отношениях Церкви, народа Божия и Бога в контексте брачного союза, брачных отношений. И если говорить об аскетической, скажем так, направленности бытия Церкви, такого монашеского благочестия, то не всем, не всегда в истории было понятно вот этот образ брачного союза. Ведь он очень глубокий, потому что говорит о теснейшем взаимодействии. И в то же время до конца человеческий разум не может вполне понять тайны сего союза брачного между Церковью и Богом, о чем сам апостол говорит. Давайте почитаем. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Да, ну здесь говорится о том, что мы все принадлежим Богу и все являемся членами единого тела церковного. Все соединяются друг к другу в Таинстве Церкви. О чем апостол Павел говорит, например, очень красочно, живописно в Послании Галатам. Он говорит, нет уже ни мужского пола, ни женского, нет ни эллина, ни иудея, но все вы одно во Христе и Иисусе. Вот это тайна. Как это нет мужского пола и женского? Ну мы же с вами видим, и мужчин, и женщин. Но это великая тайна. Каким образом в церкви все это соединяется? О чем и говорит, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Здесь идет речь о браке. И далее, тайна сия велика, 32 стих. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Да, то есть поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Это, с одной стороны, говорится о браке, о мужчине и женщине, о брачных отношениях. С другой стороны, это говорится об отношениях церкви и Бога. Отлепиться от прежнего. То, о чем говорит Христос, помните, не вливает вино новое в мехи старые. Ветхий Завет с его ветхими положениями частично остается за пределами нового Израиля. Ну, допустим, мы с вами уже не совершаем ритуальных омовений. Мы с вами не обрезаемся на восьмой день. Мы с вами не так привязаны к датам праздников, да, кроме Пасхи там или еще чего-то. То есть у нас много свободы по отношению, например, к Ветхому Завету. Мы освобождены от многих доминантов Ветхого Завета. Хотя нравственное зерно Ветхого Завета, оно взято в Новый Завет и преображено здесь, поставлено на новую высоту. Да, помните, не убий сказано. Но в Ветхом Завете это не убий было сказано по отношению к сородичам. То есть не убивай единоплеменника. Но далее говорится о ближнем. Ближний – это соплеменник. Это понятно. В Ветхом Завете это так было. Но в Новом Завете все вспомним мы с вами притчу Спасителя о добром Самариныне. Человек, который к иудеям относился, ну, был врагом, тотальным врагом, он становится ближним в Новом Завете человеком. И в этом контексте заповедь «Не убей» обретает новые границы. Не убей ближнего, не убей никого. Поэтому в Новом Завете, в церкви, любое убийство является грехом. Любое. Соответственно, есть какие-то обстоятельства, да, но эти обстоятельства говорят о грехе в любом случае. Только мы говорим о грехе со смягчающими обстоятельствами, о грехе с отягчающими обстоятельствами. Но это все равно всегда грех. Поэтому новые отношения между Богом и человеком преодолевается Ветхий Завет, который был детоводителем, который приводил к человеку к определенной черте, за которой, переступив которую, да, мы не можем оставаться в ветхих отношениях с Богом. Поэтому приходит Христос и совершает этот шаг Нового Завета и заключает новое отношение между Богом и человеком. И мы нравственную сторону Ветхозаветных заповедей полностью воспринимаем, и Христос на горной проповеди преображает, поставляет эти заповеди на новую высоту, порой недостижимую даже для нас. Поэтому тайна действительности я велика. Этих отношений, новых отношений с Богом. Но ее можно познать вот в этом брачном образе, который брачного союза, именно через супружеские отношения, именно через любовь друг ко другу супругов, через смирение и подчинение женщины, и через жертвенную любовь мужчины, возможно понять вот этот образ, эту великую тайну. Нерационально, неразумно, ибо неисповедимы, неисследимы пути Господни. Но внутренне почувствовать этот фундамент, эту опору именно на семью, именно на ту, как раньше назывались, ячейка общества. Но мне больше нравится интерпретация другая. Ведь когда мы говорим о семье, все философы в разные времена, мыслители, мудрецы, пытались по-своему осмыслить, да, что такое семья. Это ячейка общества, это совместное хозяйство и так далее, это общественный договор какой-то, и много-много было интерпретаций. Но более всего мне понравилась интерпретация нашего выдающегося византолога Сергея Сергеевича Аверинцева. Он написал даже небольшую маленькую статью, которая называется «О семье, о таинстве семьи». И он определил семью как тайну, как великую тайну соединения друг к другу во Христе Иисусе. Ибо фундаментом любой семьи является вера и страх Божий. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем и мы своим сердцем обращены к этой великой тайне. Познать ее можно только, взяв на себя ответственность и мужество следовать за Христом, быть честным христианином. И тогда эта тайна откроется нам и будет обладать нами. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok